Привет вам, любители комиксов! И мы продолжаем обозревать омнибусы по людям Икс. И сегодня у нас омнибус под названием Мютант Мессакар. Один из, как я всегда говорю, крутейших омнибусов по Иксам, которым приложил руку Крис Клэрмонт в том же числе. И один из первых, один из самых значимых в свое время кроссоверов, глобальных событий в Людях Икс. Давайте посмотрим на суперобложку, на обложку и на то же, что там внутри. Обложка перед вами. Корешок у нас выглядит таким вот образом. Сзади мы с вами видим большое количество информации о контенте, который сюда входит. Информацию о том, что это самая драматичная и смертельная битва. И маленькая предыстория. Что же входит в данный выпуск, в данный сборник? На самом деле, контента очень много. Постараюсь зачитать без ошибок. Итак, у нас здесь Ankeny X-Man 1981 года с 210 по 219 выпуски, а также ежегодник 1970 года под номером 11. Также X-Factor 1986 года, куда входят выпуски 9-17. И ежегодник под номером 2. Также новые мутанты. 1983 год, выпуск 46. Тор 1966 года, выпуски 373 по 374, а также 377 плюс 378. Power Pack 1984 года, выпуск 274. Сорвиголова, 64-й год, выпуск 238. Фантастическая четверка против людей X, выпуски 1-4. X-Men vs Avengers, выпуски 1-4. И, собственно говоря, все за авторством Криса Клермонта и других известных авторов. Собственно говоря, мы имеем с вами первый большой кроссовер во вселенной Marvel. Связанный с людьми X, конечно же. Книга в Америке стоит 125 долларов. Что же у нас скрывается под суперобложкой? Ну, мы начнем с того, что у нас с левой стороны суперобложки информации о том, что же в этой книге у нас происходит. На противоположной стороне у нас информация о создателях, об авторах. Ну и давайте смотреть суперобложку. Что под суперобложкой? Итак, а под суперобложкой у нас эпичный арт, эпичный кадр битвы Росомахи с Саблезубом. Вот такая вот большая картина, такой большой разворот. Ну и теперь, думаю, что настало время посмотреть, что у нас внутри. Давайте полистаем книгу. Классические люди X того времени, 80-х годов. В частности, это, конечно, отдельная история, шикарная эпоха людей X, скажем так. И Ньютан Мессакер – это один из примеров невероятно крутой рисовки того времени и невероятно крутого сюжета за авторством Криса Клэрмонта в том числе. Про этот комикс особо говорить ничего не буду, только потому, что его, как и многие комиксы, о которых я говорю и которые я показываю, нужно читать, конечно же. Но моя основная задача – показать, что он из себя представляет и заинтересовать тех фанатов, кто, может быть, захочет приобщиться более подробно к этой серии комиксов уже самостоятельно. Как раз «Росомаха против Саблезубова» раунд первый. Очень интересная часть этого комикса именно посвящена противостоянию Росомахи и Саблезубова. И я думаю, что мы сейчас должны будем с вами долистать до тех самых сцен, где у нас Саблезубый и Росомаха орут друг друга на части. Надеюсь, что я не пролистаю его. И мы с вами полюбуемся на эти шикарные сцены и эпизоды. Апокалипсис здесь тоже фигурирует. Куда же без него. Выпуск из «Сорвиголовы». Саблезубый тут ходит, наводит шороху. И в том числе создает проблемы Мэтту Мёрдоку. Книга довольно внушительных размеров. Не самая большая среди омнибусов, которые у нас уже были на обзорах и которые еще будут. Но, тем не менее, около 800-850 страниц. Если я, опять же, ничего не путаю, здесь как раз таки имеются. Например, пара сцен мордобоя нашего Логана саблезубым. Стражи. Везвечные враги нашей мутантской команды. Собственно говоря, с противостояния с ними начинался мультсериал, если вы помните, классических людей. будет интересно посмотреть, к слову говоря, что там покажут нам Марвел в новом мультсериале, который должен стать продолжением иксов 90-х годов. Будет любопытно глянуть, что они там намудрят. И не испортят ли классику, скажем так. Джеггернаут тоже частый гость, которого мы встречаем. Вообще, конечно, та эпоха того времени действительно, наверное, без какой-то утайки, без недомолвок, можно назвать и сказать, что было лучшее время для многих серий комиксов, которые со временем значительно становились хуже, потому как теряли осмысленность происходящего, появлялась всякая так называемая, сейчас модным словом, повесточка, прочие вещи, которые ни в коем разе не создавали какого-то, не приносили какой-то пользы, не создавали какого-то положительного эффекта. Скорее, напротив, делали только хуже, превращали там известных персонажей, сюжеты, героев во что-то несвязанное, несусветное, но зато соответствующее современным веяниям, трендам и всей той, как мне кажется, глупости, которая испортила действительно крутых персонажей, крутые истории, которые были ранее. Тем дороже становятся подобные сборники, потому как в них нет ничего того, что сейчас в современных комиксах часто выдается за кавычки произведения искусства. Поэтому классические Люди Икс, классический Человек-паук и так далее, это, конечно, те комиксы, те сборники, которые позволяют вернуться в прошлое, поностальгировать и окунуться в ту эпоху, в то время, когда никакого, скажем так, буллщита в этой, по крайней мере, среде не было. Какой красавчик. Ну вот, мы с вами подходим к концу. Да, видите, получается, я даже немного наврал, у нас здесь чуть больше 900 страниц, видимо, с учетом дополнительных материалов. Ну, как раз подходим к тем самым дополнительным материалам и посмотрим, что у нас есть в этом сборнике по дополнительным материалам. Много информации из газет, вырезок, интервью, я так понимаю. Так как это был значимый в свое время кроссовер, о нем говорили, и это было действительно важным эпизодом во вселенной людей X, первым глобальным событием, я бы даже сказал. Шикарный рисунок, шикарная обложка. Сюжеты X-Men vs. Avengers синопсис сюжета. неиспользованные обложки, неиспользованные обложки, точнее, обложка из ТПБ, кстати говоря, тоже весьма неплохо выглядит, и еще одна галерея обложек, так уже более компактно в формате сделанная, интердакшн, вступление к ТПБ изданию Фантастической четверки против людей X, обложки, ну, соответственно, наша обложка, которая у нас основная на данном данном издании, обложка, которая является альтернативной и продавалась как альтернативная обложка для данного издания, и мы эту картину тоже сами видим непосредственно на самой книге, если вы думаете по этому поводу, смотрели ли вы мультсериал 90-х годов, читали ли данные серию комиксов, если да, то делитесь впечатлениями в комментариях, а у меня на сегодня все, и увидимся в новых обзорах.